Дорогие друзья, сегодня с вами Шакиньян и Евгений Бригитов. Сегодня мы вам покажем и расскажем об одном уникальном месте на реке Сереж. Я думаю многие помнят, что в прошлом году весной произошло ЧП и рыба в Сереже подохла. И в этом году, 2020, мы решили выехать в одно чудесное место, которое нам посоветовали, и посмотреть своими глазами и показать вам, что мы здесь увидим. Так вот, смотрите, вот это поворот реки Сереж. Там дальше река идет в сторону, течет в сторону, получается, Чулуима. А вот здесь, Евгений уже вам показал, небольшой ручеек, ну как небольшой, уже такой нормальный ручеек. Это стекают сточные воды, фекалии и отходы ЗАО Назаровска. Вот вы прекрасно видите, еще лед стоит. И совершенно с другой стороны водичка затекает. Вот смотрите, какая водичка затекает. Я вам скажу, запах здесь стоит такой, как возле ассенизаторной машины. И вот это все добро идет вниз по реке. И я не удивлюсь, если в этом году нас тоже ждут неприятности на реке Сереж. Я имею в виду с рыбой. Ну я добавлю, мы находимся недалеко от поселка Степной. Если посмотреть вот в ту сторону, вот там очистные сооружения. И за очистными сооружениями находится поселок Степной. Это вот знакомая лесопосадка, кто живет в Степном. И сейчас я вот на солнце выйду и покажу. Ветер забивает, будет забивать звук, но ничего. Вот там находятся новые фермы, свинофермы. И как нам стало известно, всю зиму из этих свиноферм жижа лилась вот по этому логу, который вот у нас видно, что он в снегу. Вот по нему они сюда сбегали, потому что была заморожена труба сливная, которая идет на очистные сооружения. Они находятся вот здесь. И все нечистоты, они вот по этому ручью сейчас попадают, вместе с талым снегом попадают именно в реку Сереж. Уважаемые телезрители, вот еще одно место, будет скриншот приложен. И там вы увидите на фотографии из космоса такое сжженное, ярко-коричневое пятно, огромное. Так вот, мы как раз на краю этого пятна стоим. Вот там, если дальше чуть посмотреть, вот там, где кустики начинаются, здесь буквально метров 100-120, там уже Сереж. Вот как раз тот ручей, который впадает, он вытекает отсюда туда, течет и впадает Сереж, и дальше идет это в сторону Чулыма. Вот здесь вот, я не знаю сколько слоев, точнее сколько сантиметров этот слой. Ну, проверять мы, к сожалению, или к счастью, не можем проверить. Но вот это вот, это все свиное дерьмо. Вот все, что вы потом увидите из космоса, это все свиное дерьмо, и все это находится в природоохранной зоне реки Сереж. Могу пояснить, смотрите, обратите внимание, видите, вот трава за спиной Яна, это трава прошлогодняя, она вот есть, как есть. Она когда-то была зеленая, она росла здесь, и теперь она сухая стоит. А если мы посмотрим вот сюда, то ее нету, она отсутствует. Вот это и есть коричневое пятно, это и есть сжженная земля, и с навозом, ну, застелена навозом, вот, именно захламлено. Я даже не знаю, как это назвать, загажено. Даже в кустарнике, посмотрите, в каком они... Кустарники уничтожены. Это все сжженное, вот именно свиным навозом. Ну вот, еще одно доказательство огромного количества здесь свиного навоза. Так, мы на краю лесопосадки. Вот здесь мы нашли такой Гранд Каньон. Если вот видно будет, вот здесь глубина рва около 5,5 метров, а может и 7,6. Там еще и трещина. И трещина. Это вот водой промыло, не водой, а именно говном. Здесь кировцы льют неподалеку. Я вот вам сейчас вот покажу вот это место слива кировцы. Сейчас мы вот поднимемся, и будет видно, что вот тут у нас видно следы от бочек, с жижей подъезжает, вот сюда сливает. Вот это все промыто. Там, где у нас машина стоит, там то же самое. Сейчас подойдем и снимем тот момент, где сливается именно с кировцев. Бочки по 12 кубов вот сюда сливают. Ну вот очередное включение по местным достопримечательностям. Вот это, вот этот поток, это бежит моча. Жидкие бытовые отходы со стороны степного, с того места, где сливают септики. Поселок степное. Вот видим откачка, выехала с поселка, повернула вдоль лесопосадки и поехала. И мы проедем за ней. Ну вот мы проехали, и видим, что автомобиль сливается на грунт. И все это и бежит у нас в Сиреж. Вот, бежит это все дело опять в Сиреж. Отсюда, я думаю, где-то почти метров 800. Обратите внимание, видите, да, водичка идет с пеной. И цвет, и запах. Запах, здесь запах, да. Здесь уже пахнет. Вот сюда можно смело экспертизу. Здесь уже пахнет не дерьмом от свиней, а пахнет от реальной канализации. И вот здесь видим, что здесь тоже бочки подъезжали и сливали вот сюда именно зимой. Производили слив, видите, здесь вымотый грунт, промыто. И Гранд Каньон вы тут видели. Итак, дальше идем. Итак, окраина лесопосадки. Это техническая дорога. Там у нас вот сооружения очистные. Были мы вон там, метров 900-800. Ну и вот здесь вот, если будет видно, то тоже видно, что следы кировца подъезжали бочкой. Вот именно дорога вот сюда натарена. И производили с бочек слив. Вот это все дерьмо поросячье. Вот она, вода сейчас попадает, подмывает и все это идет. Именно в Сиреж. Тоже здесь реки, тут все дерьмо. Сюда экспертизу загонять они здесь просто-напросто охереют от результатов, которые покажут. Фактические результаты не выдуманные никогда. Вот отсюда рыба вся и заражается в Сиреже. А вы, господа живущие в Назарово, пьете эту водичку. Она попадает к вам на стол. Чаек попиваете вечерами. Вот это ваше безразличие к окружающей среде. И вам платят вот этим дерьмом, которое именно исходит из этого места. Мы сейчас попытаемся еще проехать. Не могли пройти здесь просто-напросто. Бурьян, грязь не можем пройти. Но попробуем еще в одно русло, где именно там бежало дерьмо. Также у нас есть съемки еще зимние здесь. Можем спокойно предоставить, как съемка зимой производилась. И там вообще просто жуть. Это вот сегодня мы делаем такую вылазку для того, чтобы сравнить, что зимой увидели, что увидели сейчас. Именно вот весной. Сегодня у нас, Ян, какое? 30 марта? 31. Просто, чтобы вот быть, смотрим. 31.03.20.18.58. Мы находились здесь. Итак, едем дальше. Очередное включение. Смотрите, вот туда вдаль, где-то с километр, там у нас Сереж. Первая точка, где мы начинали снимать. Да, первая точка. Дальше, вот смотрите, вот кусок вот этого озера с дерьмом. Его так видать возле столбов. Вон он тех. И вот этот снег по логу, который. Вот смотрите, теперь снег, ориентир. И вот то, что бежит вот в то озеро и в дальнейшем впадает в Сереж. Вот это вот здесь фекалии вытекает. Вот сейчас пойдем к забору, посмотрим отсюда. Вот все это видно, что потоки зимой были дерьма. Вот это все дерьмо. Сейчас мы пройдем и подойдем еще к одному, еще к одному месту подойдем. Итак, мы находимся возле очистных сооружений, якобы новой фермы, которая свиноферма принадлежит Залу Назаровска. Вот здесь вот сейчас вот видите, вот это вот в течение всей зимы вот здесь на рельеф убегали фекалии поросячьи. Это дерьмо, по-другому никак назовешь. Вот это все загажено. Если посмотреть со снимки со спутника, вот здесь тоже все выжжено и трава не растет. Вот здесь вот, вот я вот стоит, вот здесь вот труба проходит, которую мы вам там показывали. Зимой она замерзла. Зимой она замерзла и все вот здесь бежала, вот именно вот через вот эту трубу. Так, ну вы уже видели видео от забора Залу Назаровска. Вот этот ручей, вот он идет. Вот вы видите следы дробленки, получается, это от фекалий свиного навоза, от свиней точнее. И вот там дальше Сиреж, вот буквально километр вниз вот с этой горы. И вот этот ручей весь бежит в Сиреж. Это дерьмо бежит. Это дерьмо, да. Это не снег. Снега уже по сути нет. Это, во-первых, пахнет. Во-вторых, пенится. В-третьих, цвет он коричневый. Это не вода. Вот это дерьмо бежит в нашу, попадает в природу и вам на стол в виде воды. Вот. Может, когда будете есть, пить чаек с колбасой, помните, что вот это тоже у вас. А виной всему, виновник, назову фамилию, это господин Панов, глава местной администрации, у которого на его территории творится вот такой беспредел. Итак, с вами был Бригита Евгений, Шекин Ян. Всем пока.